Друзья, да, ну что ж, сейчас мы будем показывать вам, как готовить лыжи жидкими парафинами. На самом деле офигенная штука для любителей, потому что жидкие парафины упрощают подготовку просто в разы. А фактически ты получаешь для тренировок точно готовую лыжу, которая покатит, если ты попал в температуру. Так что процесс подготовки на самом деле. Все очень просто. Первое, что вам нужно, это как раз смывка. Смывка, она просто очищает лыжу от грязи. Использовать можно бинт, это хорошая такая удобная штука. Просто мы смачиваем и всю лыжу просто очищаем от грязи. Ну, вот у нас лыжа чистая. В принципе, свежий чистый снег. Свежий чистый снег в Мариновке, да, тут все чисто. Вот. Надо ее немножко, да, пусть она немножко просохнет. Вот. Мы сейчас пока возьмем другую лыжу. Эта пусть у нас сохнет. Мы лыжу почистили, да. И дальше мы начинаем ее просто готовить парафином. Завтра у нас температура где-то... Минус 9. Да, вот мы возьмем минус 4, минус 12. High speed, свиксовский, свиксовский жидкий парафин. Но жидкий парафин, сейчас вообще на самом деле все практически переходят на жидкие парафины. Вот. Это очень удобно. Ну, мы замеряли на вкатке. Вот такого баллончика хватает на 30-35 пар подготовить. То есть, тут важно, конечно, как бы его экономно расходовать. Потому что все очень просто, нанесение очень простое. Берете, ну, должен быть не холодно. А какая-то температура рабочая? Нет, температура нету. Нет, ну, в смысле, температура нанесения, кажется, очень важно. От 10 минут, по-моему. 10, 10, больше 10 градусов должно быть. Вообще неудобно. Да, больше 10 градусов. То есть, как бы, носить надо дома, а не на улице. И вот мы начинаем просто... Ну, вот дома же не набрызгаешь? Нет, ты сейчас его добавляешь. Понять? Ну, в основном, коп и разочется немножко. Вот все, аккуратненько нанесли. И, ну, немножко... Растерли, разгладили. Вот это фиберленом. Ткань такая упаковочная. Ну, и в строительных магазинах тоже. А, вот тут уже. Тоже туда. Ну, просто, чтобы он ровнее лег, как бы, можно растереть. Вот. Все. Фактически, мы сейчас должны подождать, там, 15 минут, но мы оставляем это на утро. Вот мы высушили ложу. Вот. И сейчас мы будем снимать вот этот парафин. Сейчас вот мы... Я просто покажу, как щетками работать, какие щетки вам надо. И вам, по идее, вам нужно две щетки. Одна неоновая щетка, вот. А другая щетка металлическая. Вот. Металлическая это вот щетка... Щетка, ну, она латунная бывает такая, металлическая. Это для более, как бы, тонкой обработки. То есть, мы сначала вычищаем обычной щеткой, да, просто движениями от носка к тяске. Мы начинаем вычищать этот парафин, который нанесли, который высох у нас. Чемнее, там, 15 минут он у нас просохнул, чтобы он... И вот мы таким движением вычищаем. Конечно, как бы вам, по идее, вам нужен какой-то станок либо струбцины, но, в принципе, как бы можно и в домашних условиях это делать. Просто на коленке вычищать вот так вот. То есть, жидкий парафин тоже нужно вычищать? Да, жидкий парафин тоже нужно вычищать. Вот. Ну, и, то есть, мы прошли сначала неоновой щеткой, и затем мы просто вычищаем этот парафин железной щеткой. То есть, это финальная такая обработка. Железной сильно, как бы, давить не надо, надо аккуратненько просто, чтобы не царапать лыжу. Не, не надо. Просто вычищать этот парафин. И в конце, ну, просто проходим нашим фибриленом, убираем остатки этого парафина. Вот и все, наша лыжа готова.